Перед началом нашего разговора я хотел бы поприветствовать участника 34-го фестиваля Монте-Карло Вячеслава Черневского и руководителя аналитической службы Росгусырка Владимира Сергунина, который был свидетелем тех событий, которые подошли в Монте-Карло. Первый вопрос, уважаемый Вячеслав, я слышал, что во время репетиции произошел конфликт, когда Фурс Пирс предложил Вам закончить репетицию, во всяком случае это было сказано в СМИ. Как Вы прокомментируете этот вопрос? Никакого конфликта абсолютно не было. Была ситуация, я думаю, что эта ситуация была урочно спровоцирована у Пирсов для того, чтобы мы отработали значительно хуже. Почему? Потому что я так предполагаю, все эти отношения, которые складывались в отношении к Росгус-Цирку, они негативные, там не было ни одного положительного момента, чтобы прям с самого начала приятно. Но я сейчас не буду рассказывать о том, как все это происходило, но, во всяком случае, вот этот конфликт, он был вымышлен, он не конфликт настоящий, это вымышленный, придуманный конфликт. Нам дали 20 минут на то, чтобы я установил свет, тот, который я увижу во время работы. Не я, а мои партнеры, которые будут произвести самые сложные в мире трюки. Никто сейчас не исполняет таких трюков, которые делают мои партнеры. Вот, и прошло всего 10 минут, Урс Пирс вышел в манеж и сказал, все, мы закончили. Я говорю, как закончили, когда у меня вот еще 10 минут. Он сказал, нет, все, мы закончили. В этот момент подошла принцесса Стефани и что-то начала говорить. Я не знаю, к кому она обращалась, я не знаю французского языка. Она говорит, то ли она говорила Урсу Пирсу, то ли она говорила мне. Но жест Урса Пирса был однозначен. То есть закончили вот этот такой вот жест. Закончили, все. Вы уходите. Я повернулся к ребятам не потому, что я повернулся спиной принцессы, не потому, что я ее анализовал. А я повернулся для того, чтобы сказать, что все, закончили. Ребята, потому что репетиция продолжалась. Но я ее должен был остановить. Потому что Урс Пирс ее остановил. И я ее решил остановить. Я сказал, все, ребята, мы уходим. Мы повернулись в уши. Но не потому, что мы по отношению к принцессе сделали какой-то жест, который бы, ну, я не знаю, ущемил ее самолюбие или ее статус. Но, видимо, она это приняла близко к сердцу. Я думаю, что да. И после всего вот этого, после того, что произошло на репетиции, конечно, ее отношения, я так предполагаю, но она мне об этом не сказала. Если бы она сказала об этом мне или Володе, или переводчице, наверное, я бы подошел к ней и сказал, вы знаете, что вы неправильно истолковали вот этот мой как бы жест. И вы знаете, я извиняюсь перед вами, если это, ну, извинился перед ней. Но в данной ситуации никто мне об этом не сказал. Прошло 2-3 дня, и вдруг она подошла к переводчице и сказала, вот так себя не ведут и прочее, прочее. Спасибо. Скажите, а в какое время вам предоставляли репетиции, как они проходили? Свет, оркестр и так далее. То, что просто обязано быть в цирке перед репетицией, перед первым представлением, а тем более для выступления на таком престижном международном фестивале. Дело в том, что перед тем, как уехать, ехать на фестиваль, я просил, чтобы сообщили в комиссию или, я не знаю, для устроителей фестиваля, значит, информацию о том, что я прошу обязательно при репетиции, обязательно в специальности, обязательно ковер, потому что там опилки. Мы все время работаем сейчас на резиновых манежах. И опилки это для нас более сложная работа, почему? Потому что все доски, все же стоят на манеже, на опилках. Значит, вы должны немножко привыкнуть. Но я был готов к этому. Почему? Потому что, ну, раз уж ты решил, значит, надо ехать. Но вида в другом. Вида в том, что к нам отнеслись, я думаю, что не так, как к остальным участникам фестиваля. Скажите, пожалуйста, вот остальным участникам фестиваля представляли цвет оркестр, то есть на репетициях, то есть так, как они будут работать и по-третьям манеже. Было так, да? Конечно, безусловно. Почему? Потому что для всех были сделаны нормальные условия, при которых можно было показать все то, на что они способны. Кроме русских артистов. То есть это нас. Тех, кто приехал из Росгосцирка. Хотя это... Я был один в этот раз из Росгосцирка. Но ничего не было сделано из того, о чем я просил. Никаких репетиций дневных, никаких репетиций со светом, никаких репетиций с музыкой. Только ночные репетиции плюс неприятности с лонжей. Мы подвесили. Вот сначала мне давали, Володя, я не рассказывал, мне рассказывали. Потому что лонжи... Нельзя вешать лонжи. Нам всем можно, нам нельзя. Я говорю, почему? Володя Портует спрашивает, почему? Нет, подождите, подождите. Сначала все должны сделать подвеску. Все сделали подвеску, нам говорят, вешайте. Мы подвесили лонжи, подняли раму, на которой вся подвеска цирковая подняли под купол. И говорят, вы знаете, ваша лонжи мешает. Но это, понимаете, это какой-то умышленный сговор. Это не может быть так, понимаете? Сначала тебе говорят, давай, ты подвес, ты подвеш. Никто ничего не говорит, ты подвесился. Как только подняли, все мешает. Мои ребята ночью, независимо от чего, залезли на раму. Хотя они не полетчики, они же не воздушные акробаты. Они залезли по раме, прополз парень, снял эту лонжу, сбросил. Для того, чтобы в этот день мог артист, которому мешает эту лонжу, отработать. В этот же день, ночью, он опять полез на раму, для того, чтобы повесили лонжи, для того, чтобы мы могли опять репетировать. Это нормальное отношение. Если это считается нормой, ну тогда, значит, это должна быть норма для всех. Пусть бы все лазили ночью, и все репетируют. Если китайские артисты репетируют, ну, два с половиной часа, но они же днем. А нам, тем, у кого трюки просто за предельной сложности, не дают ни одной репетиции. Ребята ни разу не репетировали при свете, при котором они работали. Ни разу. Вот скажите, на форуме многие артисты говорят, что в Европе свои правила установления репетиции. Скажите, а в контракте было прописано время репетиции, прогон со светом, оркестром? Я задавал этот вопрос. Да, я думаю, что в контракте не было это прописано. Вот это самая страшная ошибка. Я думаю, что это было оговорено только на слова. То есть они обещали все, потому что обещать они умеют. Они говорят, что никаких проблем не будет. Они же пообещали. И они мне сказали о фонограмме, о том, что можно встаграмму, о том, что... А как только вы приехали, началась проблема с фонограммом. Сразу сказали. Сразу сказали, нельзя работать с фонограммом. Почему не оркестром? Почему не оркестром? Ну, потому что вы разрешили... Вы разрешили фонограмму. Фонограмму. Нет, у нас по фонограмму нельзя. Утрясли этот вопрос. Начался следующий вопрос. Он же начался вопрос с репетиции. Начался вопрос с музыкой, со светом. То есть каждый день... И они начали говорить о том, что вы знаете, какие же все-таки артисты цирка, розгосцирка, неизговорчивые. Вот они какие-то капризные. Вот они все время хулиганят. Вот это является... Почему они говорили, что мы хулиганят? Никто никогда не присутствовал на репетиции у нас. Почему? Потому что с двух часов до пяти утра не было ни одной живой души. Но кто мог сказать, хулиганим мы или нет? Расскажите, вот для этого сложного номера вам включали свет только на купол и в манеж? И как это все было? Там было несколько ламп, которые подсвечивали чуть-чуть. Купол чуть-чуть. И освещали слегка манеж. Вы представляете, что такое для акробата, который выйдет вечером при полном свете, при ярком свете с камерой. Даже не ламп, которые в цирке висят, а с камерой. Это совершенно другой свет. Это совершенно другая ориентация. Это акробат обязательно должен, я же профессионал, он должен отрепетировать при том свете, при котором он должен работать. Нам этого не дали. Возможности этой не было. И тем не менее, несмотря ни на что, когда уже все, то есть они считали, что все, уже все сделано для того, чтобы мы не смогли нормально работать. Не смогли. Все равно, надо работать и весь коллег. Все знают обо них. Ну, значит, они нашли еще причин. Они нашли Максима Никулина. Они не причин нашли, они нашли человека, который начал говорить. А почему у нас такие слова даже декорации не подходят? Декорация это совершенно другое. У нас оформление. Оформление нашего реквизита. Оно было написано в московское время, московское время, московское время. Я сделал это только по одной причине. Вы знаете, ну, все-таки Росгоццирк это самая большая, самая мощная, самая, я думаю, что умная организация, которая специально придумывает так, чтобы артистам было хорошо. Другой вопрос. Как она работает. Это совершенно другой вопрос. Но сейчас я надеюсь, что все будет так, как надо. Очень надеюсь. Даже у меня появляется какая-то уверенность в том, что это будет. Но эта организация, она почему-то кому-то очень мешает. Это существует какая-то, я так думаю, как мне сказали, даже не думаю я сам, а как мне сказали о том, что, вы знаете, это политика, это отношение между... Старый цирк очень ненавидит Росгоццирк. И не старый сам цирк, не те, кто живут и работает в этом цирке, а конкретно Максим Никулин. Именно этот человек пытается разрушить эту систему. Но ее нельзя разрушать. Только по одной причине. Здесь все артисты, которые работают у него в цирке, они же все из Росгоццирка. У него же нет ничего. Скажите, пожалуйста, вот на форуме пишут очень много людей и, соответственно, у каждого разные мнения. И вот одно мнение нашего артиста, которого вы знаете и который проработал 10 лет за границей. Создается такое впечатление, что на фестивале едут все репетировать. Извините меня, но любой фестиваль это короткий срок, как и работы, так и подготовительного периода. Что по себе подразумевает несомненный стресс, которому, к сожалению, артисты Росгоццирка не всегда готовы. Прошу вас. Это совершенно не соответствует тому, что он говорит. Это глупость абсолютная. Что значит репетировать? Мы не собирались там репетировать. Мы хотели увидеть тот свет, то есть мы хотели увидеть те условия, при которых мы будем работать. А нам это не дают. Это абсолютная глупость. Он говорит, даже не понимая, о чем он говорит. Согласен. Следующий вопрос. А в связи с тем, что в СМИ прокомментировалось ситуацию таким-то образом, что вы были вспыльчивыми и так далее, я задаю следующий вопрос. Во всяком случае, мнение цирковой общественности, умение цирковой общественности сложилось следующее. Следующий вопрос. Артисты, понятно, могут позволить себе быть эмоциональными, вспыльчивыми. Руководить такой роскоши позволить себе не может. Тем более, работая на внешней арене, зная, что представляет не только свою работу, но и страну, тем более, что налицо вероятная предвзятость жюри. Я считаю, что руководитель обязан быть таким, каким был я. Только по одной причине. Есть унижение и оскорбление. Ни один человек не имеет права, не имеет права сносить те оскорбления и унижения, которые испытали мы. Понимаете, что я отвечаю за моих партнеров, которые были поражены, не удивлены, а поражены тем отношением, которое к нам было на этом фестивале Монте-Канал. В прошлый раз было совершенно другое отношение. То есть вы работали в 2000 году совершенно другое? Совершенно другое отношение. Это была другая организация. Сейчас, если Дюссалей живет по одному, каждый артист живет по одному в номере. У меня живут по четверо. Если каждый, ну я сейчас не буду говорить о зарплахе и прочее, это совершенно другое. Но, вы понимаете, неравные условия. Когда в Дюссалей приезжают два администратора, два директора и массажист, а я не могу добиться света на репетиции, ну какие могут быть равноправные условия? И они репетируют столько, сколько они сказали. Они вот сказали нам до полтора часа. Разговора об этом нет. Им полтора часа и все. При полном свете, который будет в работе. Разве это нормальные отношения? И вот тут, я думаю, что это какая-то, ну я не знаю, это глупость. Человек, который, если он профессиональный человек, он прекрасно понимает. Так что, Владимир Николаевич, вот как Вы бы могли прокомментировать сложившуюся ситуацию на манеже Монтекаро? Вот один пример только, который говорит о том, что многое из того, что произошло, было запланировано. Первый день мы репетируем сложности, трудности, ковер старый, ковер новый, подвеска, съем, лонж и так далее. Я выхожу во двор. Во дворе только что расположился Мартин Лейси со своим зверинцем, его львицы. Очень красиво, в хорошем, очень удобном, комфортабельном загоне. Из клеток выходят, гуляют, стоят мониторы, которые транслируют экламные ролики. Рекламную продукцию, которые рассказывают о творческом пути Мартина Лейси. Он в рабочем костюме, в полном гриме, стоит и рассказывает, комментирует. Две телекамеры снимают о том, как становится Мартин Лейси. Как достигают тех результатов, чтобы попасть на этот конкурс. И я так понимаю, что это не просто какая-то очередная телепередача, которая будет потом транслироваться. Это заранее спланированный рекламный ролик, который будет иллюстрировать будущего победителя. Потому что за несколько часов до этого мы узнаем, что Мартин Лейси является зятем курса Пилса. Я не хочу ничего сказать о том, что было сделано заведомо или было сделано заранее определено. Но предопределенность в этом процессе улавливается. В этом сюжете я улавливаю предопределенность. Это первый момент. А второй момент, очень важный, состоит в том, что любой шаг, любой жест российского артиста воспринимается в штыки. Что бы вы ни говорили, как бы я ни начинал разговор с Руссом Пилсом, мы с ним довольно давно знакомы. А расскажите подробно, как вы подходили во время, когда репетировали висла в тюрьме. Мистер Пилс, можно вас попросить вот о чем. Дело в том, что русские артисты привыкли репетировать с тем светом, на котором они будут выступать, на котором они будут работать. Нельзя ли на какое-то время дать полный свет для того, чтобы акробат привык к этому свету, чтобы он ориентировался в пространстве? На 10-12 метров вылетает на кроват, он должен видеть купол, он должен видеть мат, куда приходит. Нет, это все будет на большом прогоне, нет, все это будет так, будет так. Ну хорошо, вы поймите, что есть риск, есть определенный риск и значительный риск в сравнении, скажем, с музыкальными эксцентриками, в сравнении с эквилибристом, который стоит на руках, на лестнице, в сравнении даже с животными, с которыми он работает. Тем более вы это все делаете в работе без лонжа. В этом большая разница у нас состоит. Пилс слушает внимательно все, а реакция совершенно неадекватная. Ну Владимир, пойми, нельзя таким быть придирчивым, нельзя быть таким настойчивым. Ну что же вы не как все остальные? А что значит как все остальные? Что значит как все? Музыкальные эксцентрики могут при любом свете, в любом месте отрепетировать, пройти еще раз, попробовать, посмотреть, повертеться по залу, сориентироваться по месту, что называется. Без всякого риска. И для жизни, и для здоровья, и для будущего выступления. Этого не могут позволить себя акробаты. Вот почему я был так настойчив, вот почему я был так дотошен в каждой мелочи, но всякий раз. Я повторяю, что я был тактичен, учтив и двежим. Ни криков, ни эмоций, ни взрывов, ничего этого не было. Напротив, как мы обычно с Урсом Пилсом, встречаясь на наших внутренних фестивалях или в Украине, допустим, я всегда строил наш вопрос, нашу беседу, как профессиональные люди могут между собой разговаривать. И в России это все получалось, как только мы попали на территорию принимающей стороны, все кардинально изменилось. Вот это была разница. Вячеслав, вы что-то хотите, давайте. Ну, я хотел добавить только одно, что Володя абсолютно прав. И самое ужасное в этом, это то, что они пытались деморализовать моих партнеров. Почему? Потому что это совершенно молодые ребята, они не привыкли к этому. Им казалось, что Монте-Калбо это, знаете, какой-то очень справедливый, честный и объективный фестиваль, в котором жюри, жюри профессиональное, которое понимает все, что ты делаешь. Но они столкнулись, знаете, с тем, с самым страшным, с тем, что совершенно не профессиональное жюри. Нет ни одного профессионала, настоящего, который бы понимал, что мы делаем. Который мог отключить один трюк от другого. Максим Никулин понятия не имеет, что мы делаем. Он даже понятия не имеет, какой трюк исполняется, как он осудить об этом. Вот это у меня странно. Он бы подошел ко мне и спросил бы, скажи, пожалуйста, вот этот трюк, что это за трюк? Я бы ему рассказал. А вот этот трюк я бы ему рассказал. Почему? Потому что я знаю очень давно Максима Никулинка, а то, что с ним очень хорошо. Но он не подошел, он не спросил, а судить он пытается. Но если я не профессионал, я же не могу судить, я не знаю, где в легородном катании, и говорить о том, что я во всем разбираюсь и на этом заезжаться. Скажите, вот многие говорят, что ваши трюки в 2000 году, когда вы работали, и сейчас они были похожи и идентичны. Неправда. Неправда. Мы сделали шесть совершенно других трюков, совершенно не похожих на те трюки, которые были. Плюс дело в том, что эти трюки, которые мы сейчас делали, добавили шесть трюков, они в контексте с новой постановкой. Это совершенно другое. Это не та постановка, которая была, и трюковая даже постановка, совершенно другая. И немножко даже схемы. Я схему даже поменял для того, чтобы этот номер отличался от того, который был тогда. Но почему-то не заметил Максим Никулин, он заметил, как работает, что у меня на досках написано московское речь. И, что зачем это назвать? Ну как зачем? Это название номера. Он не заметил, знаете чего, самого, ну, самого элементарного, что когда выезжают киргизские артисты, в киргизских шляпах, в киргизских костюмах, под музыку кубанских казаков. Он этого не заметил. И потом работают под лизгинку. Никогда в джигитовке не было, ну, может быть, кто-то, может быть, Нукзаров, может быть, Мерденов, они сделали какой-то ряд новых трюков. В этом номере ни одного нового трюка, или почему тогда Максим Никулин не сказал об этом, он сказал, вы знаете, что как-то можно быть в киргизских костюмах под музыку кубанских казаков, под лизгинку. Ему это не интересует. Ему это не интересно. Ему интересно придраться к артистам Росгосперка. Потому что это задача номер один. Это не фестиваль. Это не конкурс. Это, знаете, разборки. Такие междуусобные, между Максимом Никулиным и... Ну тогда не надо ему ездить. Зачем он туда едет? То есть он хочет добраться, разбираться через журнал, через газету, там, и выражать своими удовольствиями. Ну, через артистический вот этот фестиваль не надо этого делать. Это просто неприлично. Скажите, когда закончился, значит, главный день, да, и подвели итоги, как это все произошло, как все было объявлено? Это было объявлено на вечером. Но, вы знаете, что самое поразительное? Я знал о том, что будет заранее. Правда, Володя? Я рассказал Володе, и сказал, Володя, ты знаешь что? Я уже знаю, что будет. Потому что Максим Никулин уже формирует отношения. Он формирует уже мнение по отношениям к нам. Он говорит, что ему непонятно музыка. Он русский. Он еще не знает, кто такой Сукачев, он еще не знает, Пугачев. Почему ни один француз ко мне не подошел и сказал, знаете, мне не нравится. Они вставали. Они кричали, они топали. Такого приема, как нашему номеру, не было никому. А почему он говорит, это непонятно? Кому не понятно? Максиму непонятно? Он русский. Как он не понимает это? Почему французы? Помнили? А Максим не понял. Но если ты не понимаешь, зачем ты участвуешь в этом? Ты помнишь, когда после второго дня, когда этот фурор, все случилось, все поздравляли. Главным словом, которое тогда было, это congratulation. Поздравляем, поздравляем. Подошла корреспондентка. Да. ТФ-5 или ТФ-3. И она употребила... Итальянского телевидения. Да, итальянского телевидения. А может быть, даже и французского. Потому что ты... Ну, или корреспондент итальянского телевидения, который работал на французской стороне. И она употребила не менее девяти эпитетов самых превосходных. И ты говоришь, Слава. Все, что есть превосходного. Ну, уже она все сказала. Креативный. Эксклюзивный. Оригинальный. Невероятный. Чудесный. Великолепный. И так далее, и так далее. Жанна новая и необычная. И после этого она сказала. Я не знала до этого, что может быть... Могут быть такие подкидные доски. Что этот жанр может быть таким. Ты помнишь? Конечно. Вот эта восторженная девушка. Глаза у нее горели. У нее были расширенные зрачки. И она заявила о том, что... Ребята, это фантастика. Это невероятно. Я такого не могла себе даже представить. Представить не могла. Она была поражена, удивлена. Она в самом высоком смысле и абсолютно была органична, абсолютно была естественна в этой своей роли. Скажите, скажите, значит, насколько я знаю, что после второго дня, когда вот вы выступили, у публики и, ну, возможно, членов жюри, не было сомнений, что вы будете одним из призеров этого фестиваля. Так? Была полная уверенность и у публики, и у всей программы, у всех коллег, как распределяться места. Потому что все смотрели на нас, все улыбались, все поздравляли. И на лицах было написано, все понятно, естественно. Вот так это и распределится. Таким образом это и войдет в финальную часть этого года. Скажите, а действительно, что во время вашей работы, в середине вашего номера зал встал? Да, это правда. Я встал один раз, на мой взгляд, как раз встали. Я меньше замечал. Я дал электродиктор. Почему только по одной причине? Потому что для меня, когда я находился внутри работы, внутри номера, мне очень сложно было следить до зала. Почему? Потому что для меня было важно, как все происходит в манеже. Потому что любая мелочь, любая, абсолютно. Там где-то не вовремя поданное лоджи или что-то. Ребята за этим не смотрят, потому что они делают трюки. Я немножко свободен, потому что я могу это смотреть, и могу следить за этим, и давать какие-то команды, которые... Поэтому зал для меня, он был для меня, присутствовал. Но я не мог по-настоящему оценить то, что происходит в зале. Это уже потом мне начали говорить, что вы знаете, это фурор, это все, это... Все в вашем доме, скажите, в середине, в середине еще не исполнены самые главные трюки. Еще не появились ходули. Еще только-только отплясали. Это еще только экспликация, развернулись, только развернулись. Встали на барьер, зал встал и долго-долго аплодировал. Он уже понял, что имеет перед собой какой-то новый, совершенно неожиданный образец вот этого акробатического искусства, именно русского, характерного, именно только для русских, с такой энергией, с таким выплеском, с такими эмоциональными потенциями, что зал встал и долго-долго не давал возможности двигаться дальше. Потом номер покатился, и зал еще раз встал в самом конце. Вот так это было. Спасибо. У вас есть что еще добавить? Добавить у меня есть что. Я бы хотел сказать вот о чем. Мне бы хотелось, чтобы жюри, даже у нас на Поклонной горе, обязательно составлялось определенным образом. В нем должны сидеть только профессионалы. Нельзя, чтобы в жюри, вот как сейчас это было в Монте-Кабло, нельзя, чтобы в жюри сидели люди, которые не понимают степень сложности, того, что делают артисты на манеже Финанса, это невозможно. Я думаю, что я бы хотел пожелать Александру Ильичу Калмыкову составлять таким образом жюри, чтобы в нем сидели только профессионалы, профессионалы самого высокого класса. Я могу даже пофамильно перечислить этих артистов. Это должен быть и Володя Степанов, должен быть Сережа Игнатов, это должен быть Саша Калмыков, Александр Мечис Калмыков, это должен быть Костюк Леонид Леонидович, это должен быть Мустав Михайлович Запашный. То есть все жанры, это должен быть Владимир Николаевич Сергунин, они должны присутствовать, почему? Потому что каждый разбирается в этом жанре, и каждый должен ввести свою оценку. Каждому, потому что по-другому нельзя составлять жанру. Конечно, по-другому. Иначе оно будет необъективным. Если я не понимаю степень сложности какого-то трюка в дрессуре, значит, каким образом я могу его оценить? А Максим не понимает ничего, ни в одном жанре. Он понимает, возможно, он хороший директор. Ну и замечательно. Но дать ему тогда, знаете что, определять? Я думаю, что уровень, знаете что, подготовки директоров цирка. И пускай он это сделает, он будет это делать с успехом. Но артистов он не имеет права, потому что он не понимает ничего в этом. Вот это мне было очень-очень обидно. И мне было обидно больше всего за то, что Максим ничего не понял. Мне не обидно, если бы французы. Зал бы не встал, и не хлопал бы, и не аплодировал, и не кричал, и не топал. Ну не обидно. Почему-то, что французы, но они понимают, ни того стиля, ни этого характера. Мне обидно, что Максим ничего не понял. Ну, значит, он не то, что ничего не понял, он ничего и не понимал никогда. Поэтому я хочу, чтобы то жюри, новое жюри, и которое будет на поклонной горе, теперь я думаю, что фестиваль, робусы, конечно, нам сейчас, сейчас, но это опять по желанию, такого вопроса у вас нет. Но, как по желанию, я думаю, что Росгус-Цирку, надо подумать о том, что Росгус-Цирк занялся доминирующей такой, знаете, такой позиции в отношении проведения таких фестивалей. Он должен взять фестивали в свои руки. Не может уже Монте-Карло отвечать тому уровню, который был раньше. Ну, этих был, когда Ренье, да, и который вручал мне, призвал этого плана, его нет. И фестиваль, конечно, очень-очень сильно опустился вниз. Поэтому я так думаю, вот этот период надо использовать в розгус-Цирку. Нужно взять в свои руки фестиваль. Но жюри должно быть самым профессиональным, высоко профессиональным. Нельзя собирать то жюри, которое... Вот это будет самое важное, самое главное отличие фестиваля Монте-Карло. И я думаю, что так как у нас строится и относится к артистам, это... Я не знаю, насколько сложно у нас репетировать и работать на поклонной горе. Но я уверен, что того, что происходит в Монте-Карло, у нас никогда не будет. Никогда. У нас есть равноправное, равноценное, уважительное отношение ко всем артистам. Независимо от степени сложностей трюков, независимо от того, из какой они страны и прочее. Вот это, я думаю, что... Александр Михайлович, он это очень хорошо знает. Он профессионал, он проработал цирки. Ну, всю свою жизнь, я думаю. Поэтому я думаю, что он в этом должен вести порядок. И роскостный цирк должен захватить вот это доминирующее положение в области циркового искусства. Мы самая сильная держава в области циркового искусства. Мы не имеем права отдавать этого никому. Безусловно. Спасибо вам.